Всем привет! Смотрите как установить и настроить TrueNAS Core. Как сделать из обычного ПК Нас-хранилища на операционной системе TrueNAS. Трунас Core, ранее известный как FreeNAS, это бесплатная операционная система для хранения данных с открытым исходным кодом, который дает возможность создать собственный сервер для хранения данных без затрат на программное обеспечение. С помощью TrueNAS можно сделать из обычного ПК сетевое хранилище с полным функционалом Нас-устройства, современной файловой системой ZFS и различными плагинами. Файловая система ZFS для большинства пользователей является одной из фаворитов для серверов TrueNAS, так как она предназначена для обеспечения максимально возможной целостности данных, а также отличной производительности и эффективности. Она предоставляет сжатие и дедупликацию в реальном времени, что значительно экономит место на дисках. Далее в видео мы рассмотрим процесс установки TrueNAS и базовую начальную настройку сетевого устройства. Прежде чем устанавливать данную операционную систему, ознакомьтесь с минимальными требованиями. Для нормальной работы системы TrueNAS на компьютере должно быть как минимум 8 ГБ оперативной памяти. Если планируется установка виртуальной машины или дополнительных плагинов, желательно использовать больше 8 ГБ памяти. Также TrueNAS не поддерживает двойную загрузку, поэтому для данной операционной системы нужен отдельный накопитель. Итак, приступим к установке. Для начала нужно создать загрузочный носитель, с которого будем производить установку данной операционной системы. Образ последней версии TrueNAS можно загрузить с официального сайта. Кнопка для скачивания появится после того как вы залогинитесь на данном сайте. Листаем страницу и жмем Download Now. Далее нам понадобится USB накопитель и утилита для создания загрузочной флешки. Я воспользуюсь утилитой Rufus. Здесь все просто, выбираем флешку, указываем путь к образу и жмем кнопку Start. После того как загрузочная флешка будет записана, подключаем ее к ПК, на который нужно установить TrueNAS и загружаемся с USB носителя. В зависимости от модели материнской платы, клавиши F12 или F2. Выбираем из списка USB носитель и жмем Enter. Далее для выбора первого пункта установки нужно нажать клавишу Enter. На следующем этапе выбираем первый пункт Install Upgrade, а затем Enter. Если на ПК меньше 8 гигабайт оперативной памяти вы увидите следующее уведомление. В следующем окне выбираем диск на который будет установлен TrueNAS. Определить нужный накопитель можно по размеру, так как названия дисков будут другими. Клавишами со стрелками выберите нужный диск и нажмите пробел для выбора, а затем Enter для подтверждения. После вы увидите предупреждение о том что все данные на данном накопителе будут удалены. Выбираем Yes и жмем Enter для подтверждения. Далее нужно будет ввести и подтвердить пароль для учетной записи администратора, который будет использоваться для входа в меню управления TrueNAS. TrueNAS можно загрузить как в режиме BIOS, так и в режиме UEFI. Я выбираю BIOS, так как данный тип загрузки работает практически со всеми материнскими платами. Для выбора UEFI нужно чтобы материнская плата его поддерживала. После выбора начнется установка операционной системы. Это займет несколько минут. По завершении появится выдумление о перезагрузке и удалении установочного носителя. Выбираем ОК, а затем извлекаем загрузочную флешку. После загрузки системы вы видите консоль настройки и внизу IP адрес сервера. При первой загрузке сервера его не нужно настраивать. Система по умолчанию назначит конфигурацию для активных сетевых интерфейсов с помощью DHCP. Если вы хотите задать конкретный IP для сервера, вы сможете настроить его в этом меню. Выбираем первый пункт. Затем вводим номер сетевого интерфейса, который нужно изменить. На запрос удаления текущей настройки вводим нет. Настройки интерфейс для DHCP тоже нет. Изменить конфигурацию IP версии 4. Yes. Вводим IP адрес. Маску под сети. Настройка IP версии 6 нет. На этом настройка сети окончена. Как видите IP адрес сервера изменился. Здесь также можно настроить беспроводное подключение, сбросить пароль администратора и сбросить все настройки по умолчанию. Для подключения к серверу откройте браузер на другом ПК подключенном к этой сети и введите IP адрес сервера TrueNAS. Если вместо IP адреса отображаются нули, проверьте подключен ли к серверу сетевой кабель и на роутере в сети DHCP появился ли он в списке подключенных устройств. Для входа в меню управления введите имя пользователя root и пароль, который указали во время установки TrueNAS. После входа в систему вы получите доступ к веб-интерфейсу TrueNAS, который используется для управления дисками хранения, настройками доступа, просмотра состояния системы и т.д. Мастера, который поможет вам создать первый пул хранения в этой операционной системе нет. Вам придется создавать дисковые массивы без подсказок, поэтому давайте разберем как это делается. На левой боковой панели разверните раздел хранилища и выберите «Пулы», а затем кликните по кнопке «Добавить» и «Создать пул». Вверху укажите имя будущего дискового массива, отметьте диски, из которых он будет состоять. Обратите внимание на кнопку «Добавление введев». Как видите, она не добавляет еще одно виртуальное устройство, а позволяет добавить устройство для поддержки. После выбора диска внизу нажмите по стрелке, чтобы добавить диски в список устройств хранения. Снова отмечаем накопители. Здесь по умолчанию выбран «Rate Z». Чтобы выбрать другой тип массива кликните по нему. Структура пула ZFS несложная. Пул состоит из виртуального устройства VDEV, которая собирается из дисков. Каждое виртуальное устройство может быть массивом RAID Z с чередованием, зеркальным массивом или одним диском. Выпадающим в списке будут доступны Stripe, Зеркало, RAID Z1, Z2 и Z3 в зависимости от количества подключенных дисков. Выберите нужный RAID и нажмите «Создать». Во всплывающем окне предупреждение, что все данные будут затерты, установите отметку и нажмите «Создать пул». После чего начнется форматирование дисков и процесс построения массива. Пул создан. Как видите здесь отображен его статус, имя, размер и другие параметры. Кликнув по трем точкам вы увидите меню настройки данного пула. Теперь осталось настроить сетевой доступ к данному дисковому массиву. Добавим пользователя. Для этого разворачиваем раздел «Accounts», «Users» и жмем «Добавить». Указываем имя пользователя, пароль. Еще раз для подтверждения. Устанавливаем отметку «Microsoft Account» и жмем «Отправить» в «Submit». Итак, пользователя мы добавили. Теперь настроим сетевой доступ к каталогу. Я покажу как настроить сетевой доступ на примере протокола SMB. Открываем раздел «Хранилище», «Пулы». Жмем по трем точкам напротив нашего массива и выбираем «Add Dataset». В настройках вводим имя и все остальное оставляем по умолчанию. Жмем «Отправить» в «Submit». После мы видим в нашем пуле новый датасет. Теперь для организации доступа создадим еще один датасет в ранее созданном. Для этого жмем здесь по трем точкам «Add Dataset». Вводим имя и жмем «Submit». Теперь настроим права. Для этого жмем по трем точкам и открываем «Edit Permissions». Выбираем овнера, нового пользователя, группу. Устанавливаем отметки «Apply User» и «Apply Group». Отмечаем нужные права и жмем «Сохранить». Далее нужно включить службу, чтобы получить доступ с машиной с операционной системой Windows. Открываем раздел «Sharing», «Windows Share SMB». Жмем здесь «Добавить» – «ADD». Выбираем из списка наш датасет и жмем «Submit». Затем во всплывающем окне «Enable Service». Затем в этом окне выбираем «Настроить сейчас». Следующее окно предлагает создать ACL. Я выберу один раздел. Отмечаю «Select Preset ACL» и выбираю списка ограниченный «Restricted». «Continue». После вы видите на правой стороне новую настройку. Жмем внизу «Сохранить». Итак, на этом настройка SMB для данного каталога настроена. Теперь переходим к компьютеру с Windows. Открываем проводник и добавляем сетевой диск. В компьютер подключить сетевой диск. Вводим IP адрес сервера и устанавливаем отметку «Использовать другие учетные данные». Если этого не сделать, система будет подключаться с учетными данными пользователя системы. Готово. Вводим имя нового пользователя, которого мы добавили в TrueNAS и пароль. Сетевой диск подключен. Теперь здесь можно создать каталог и записать данные на диск. TrueNAS довольно интересное решение в плане организации собственного сетевого хранилища без лишних затрат. Собрав его, к примеру, на старом ПК вы получите сетевое хранилище с новой файловой системой ZFS и набором функции NAS. А на этом все. Надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока.